МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Муртий, лауреат Государственной премии нашей республики, ныне генеральный директор компании «Российская цирковая компания» Дмитрий Евгеньевич Иванов. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Спасибо, что вы пришли, потому что здесь вы находитесь в связи с 10-м юбилейным международным фестивалем циркового искусства. Вы один из его идейных вдохновителей и первый организатор. Все так? Все абсолютно правильно. И, наверное, гордитесь этим проектом в своей творческой жизни? Без сомнения, без сомнения, потому что это история. Это история, имеющая десятилетнюю давность. Я помню, как мы начинали с четырех представлений. Программа А, программа Б и два Галашоу. Как сложно было в течение нескольких лет доказать, что маленький провинциальный город с названием Ижевск может стать одной из культурных цирковых столиц мира. А так ведь и получилось, так ведь и получилось, благодаря культуре, цирковому искусству. Ижевску и узнали во всем мире. И сюда приезжают президенты знаменитых цирковых фестивалей мировых. Вот не далее, как вчера приехала вся верхушка. Как я подшучиваю, так мафия такая приехала цирковая. Ну, это, конечно, шутка. На самом деле, те люди, которые управляют мировым цирковым движением. И это очень важно. Это очень важно, и это признание. Действительно, нам было непросто, нам было очень тяжело, поскольку и название-то Ижевск не звучало нигде. И когда я говорил о том, что еще 1300 километров от Москвы надо проехать, пролететь и каким-то образом добраться, это связано и с таможнью, и с животными, и так далее, тогда немногие соглашались. У меня есть американский друг, имбресарио. Когда в 2008 году я ему предложил помочь, он думал, да никогда в жизни, да никто не поедет. То успокойся ты уже. Вот там чего-то из российских набирайте, делайте маленький фестивальчик. А после этого он стал просто соучредителем, можно так сказать, этого фестиваля. И активно помогает. Это Петр Дубинский, компания Firebird Production. Очень профессиональный человек, который работал со многими цирками, со многими фестивалями. В чем причина, может быть, в каких-то качествах вашего характера, как руководителя в этих вот и амбициях, и, с другой стороны, может быть, не боязнь этой работы, вот, каждодневной. Я произносил эту фразу и произносу сейчас с огромным удовольствием. Когда хобби становится работой, это большое счастье. Ну, знаете, вот интересно про хобби, про работу. Вы же пришли в музыку в начале своей карьеры. Я вот это свое ощущение и образность музыкального мышления перенес в цирк. Это помогает мне и в моих режиссерских, сначала начинаниях, а сейчас и продолжениях. И при создании программ я очень внимательно отношусь к музыке. Потому что музыка может как поднять любой номер аттракцион, так и низвергнуть в бездну. Это очень, очень важный компонент. Я знаю, что вы не смогли в этот раз из Москвы, по делам Росгосцирка задержались на открытии здесь. Вы виртуально присутствовали. Вы смотрели в интернете шоу «Открытие онлайн». Онлайн, подписывая документы. Тем не менее, следили, как 3 марта открывается 10-й международный фестиваль цирковой. Слава Богу, сейчас есть такая возможность, конечно, без энергетики зала, поскольку это электронная трансляция. Но я, конечно, очень внимательно даже переживаю. Потому что так волнительно было, как все пройдет. Хотя до этого мы срежиссировали, мы все сделали, составили полностью программы. Механизм запущен, его даже подправлять не надо, потому что все люди на своих местах. Подкручивать так, все не надо даже. Ничего, ничего, ничего не надо подкручивать. Все все знают, все все понимают. Механизм отлаженный уже, можно сказать, десятилетиями. Это здорово. Мне бы хотелось, чтобы вот этот механизм, который я отрегулировал в течение многих-многих лет, он распространился и на российскую государственную цирковую компанию. Конечно, там абсолютно другие масштабы, от Владивостока до Калининграда. Вся Россия – это, по сути дела, такая корпорация, естественно, в меньших размерах сравнимая с РЖД или с холдингом. Ну, компания в сфере искусств, культуры. Но в культуре такой компании нет, да? Даже единственная, да, вы скажете? Единственная, да. Большой театр, он единственный, но локальный. Мариинка с одним филиалом во Владивостоке. Махата – один современник, один третяковка, одна Эрмитаж, один… Да? А вот, да, какие еще особенности Росгосцирка? То, что это сеть цирков по всей стране? Это сеть цирка по всей стране, достаточно большая, зарубежная работа. Это пять тысяч работников, из них полторы тысячи только артистов. Это здание… Вот этот конвейер цирковой, так называемый, да? Да, это здание, которое не ремонтировалось по 30-40, а иногда и по 50 лет. Но мы сейчас… В прошлом году, вы знаете, что мы омский цирк ввели в эксплуатацию. В этом году Ажна-3, цирка Владивосток, Рязань и Нижний Тагил, в следующем году Кисловодск. Мы начали эту работу, она тяжелая, титаническая, связанная с технической документацией, со строительством. Некоторые объекты имеют отношение к объектам культурного наследия, это реконструкция. И плюс к этому, конечно, пришедший, ну я не скажу в упадок, такое без внимания оставался многие десятилетия, прямо так. Конвейер творческая составляющая, художественная составляющая. Но мы с трудом сдвинули эту махину. Мы сейчас работаем вместе с Государственным училищем циркового эстрадного искусства имени Румянцева-Карандаша в Москве. И выпуск, вы знаете, так меня порадовал. Недавно был на допуске к государственным экзаменам. Восемь номеров, и в том числе и групповых, прямо сразу возьмем себе в компанию и будем делать вот такую молодежную программу. Но я когда пришел работать в компанию, на счете, на валютном счете был 161 доллар. Ну просто представьте себе, для огромной корпорации 161 доллар. Я думаю, что сегодня у многих людей есть 160 долларов. Всего. Это безобразие. А за полгода я в сотни раз увеличил валютную составляющую компании. Появились контракты. Сейчас мы будем открывать большой спортивно-цирковой комплекс в Турции. Наши ребята поедут туда. Мы работаем в Германии. На следующий год, дай бог все случится, мы восстановим Японию. Чтобы наши артисты там бывали на самом престижном. Да, только что я был достаточно закрытый, не интегрированный в цирковое сообщество в стране. Я был в Румынии, в Бухаресте. Специально поехал туда для того, чтобы как-то восстановить эти взаимоотношения. Слава богу, удалось. Ижевск, как на карте, цирка выглядит неплохо все-таки. Ижевск, ну вы знаете... Какие планы у вас на нас? Я понял. Спасибо вам за этот вопрос. Одним из первых шагов было в сентябре месяце, вы помните, что в конце августа я начал свою деятельность в Москве. А в сентябре, 27 числа, мы собрали международный саммит, где подписали соглашение с директорами зарубежных цирков. В том числе и с цирками, с директорами тех цирков, которые не входят в систему компании Росгусцирк. И вы знаете, то, что сегодня лучшие программы российской государственной цирковой компании работают в Ижевске, тому доказательство. Была, так сказать, программа Таисия Анатольевна Корнилова, и сейчас они принимают участие. До этого был Виталий Воробьев с этой программой, это тоже программа компании Росгусцирк. Следующая программа, тоже программа нашей компании. В августе месяце мы даем новую программу цирка на воде, поэтому сотрудничество. Ведь зрителю не важно, чей это цирк, федеральный, региональный, муниципальный, поселенческий. Вот он построен первым президентом Удмуртской республики Александром Александровичем Волковым. В нем должны быть замечательные программы. В нем должны быть... Цирк должен жить, он должен дышать. Для этого должна быть хорошая программа. А когда нет болезненных амбиций, когда не разговаривают на уровне «а ты кто такой?», когда не возникает никаких распри, тогда возникает ситуация творчества, созидания и нормального сотрудничества. И результат, вы посмотрите. Может быть, вы можете какой-то раскрыть секрет, как вы вот так умеете оставаться, ну, по крайней мере, внешне, на первый взгляд, одним из любимцев фортуны. Или это вообще все обманчиво, я подозреваю. Или есть какие-то, может быть, персональные качества вы выработали, вы фиксируетесь всегда на позитивном, я не знаю, вы верите в лучшее в людях. Ну вот что вы можете приоткрыть? Ведь чего только не было за карьеру, достаточно известный здесь человек, да, и тем не менее, никогда, никогда это, вот, никогда вы не теряли вот этого оптимизма, никогда вы не теряли этой творческой жилки. Ну, ныне вообще один из самых больших грехов, это, так сказать, не мною установлено. Вот. А что касается вашего вопроса, ну, просто надо любить. Любить все, что ты делаешь, любить жизнь, любить семью, ребенка, любить профессию. И понимать, что без этой профессии смысл теряется во всем. И вот если с этой философией это станет твоим «я», эта философия станет твоей сущностью, тогда станет легче жить. Вообще надо жить легко, жить с радостью, потому что столько в мире горя, уныния, столько в мире неприятностей, что если будешь как магнит к себе притягивать, наверное, это неправильно. А будучи уверенным в том, что я сказал, любить и радоваться жизни, ты доставишь радость и близким, и родным, и друзьям, и знакомым, и своей профессии. Спасибо вам большое за эту беседу. Всевышеских вам успехов в работе. Да, именно. Спасибо большое. Спасибо. Вы смотрели «Сквозь судьбы». Здесь был генеральный директор Всероссийской государственной цирковой компании Дмитрий Иванов. Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова